Что такое дружба и как тепло относились друг к другу Глесков и экс-губернатор Толоконский? На эти вопросы сегодня искали ответы в зале суда, где прошло уже третье заседание по делу депутата Заксобрания. Напомню, Глескова обвиняют в получении взятки, а он тем временем заподозрил ключевого свидетеля во лжи. Кого именно и почему в сюжете Олевтины Сасовой. А что такое дружба? В чем это выражается? Такой философский вопрос сегодня неожиданно прозвучал в суде. Александр Глесков с оскамьи подсудимых адресовал его Сергею Титову, ключевому свидетелю. Именно он, по мнению следствия, был посредником в передаче взятки отца Меда Юсубова к депутату Заксобрания. По мнению Титова, Глесков доверил такую грязную работу именно ему из-за дружеских отношений, мол, депутат даже звал его как-то на день рождения. У меня на день рождения вышло человек 50. От того, что я пригласил, например, всю фракцию, 8 человек, эти люди не стали ни моими, ни родственниками, ни друзьями. Во время суда Титова все время охранял пристав. Мужчину привезли на заседание из колонии, в которой он сидит с 2020 года. Тогда его осудили за взятку на 8 лет. В колонии экс-депутат Титов трудится простым подсобным рабочим. В посредничестве во взятке мужчина тоже признался уже из-за решетки. Правда, немного опечатался. В явке с повинной написал, что Глесков требовал у Юсубова 6 миллионов. Хотя следствие говорит только о пяти. Но во время заседания его показания уже не разнились. Так Титов рассказал, как получил миллион рублей аванса для Глескова. Посмотрел, то есть вижу, что там миллион рублей, две бачки было, 5 тысячи на купюре. То есть я ему это передал, то есть все, вот тот миллион, о котором говорили, все. Звучало на суде и то, что помимо Титова, у Глескова якобы есть еще один друг. Экс-губернатор края Виктор Толоконский. По мнению свидетеля, тогда еще глава региона мог повлиять на карьеру Юсубова, если его об этом попросят подсудимые. В качестве аргумента крепкой дружбы между депутатом и губернатором Титов привел то, что Толоконский неоднократно приходил в отделение партии ЛДПР. Возле него, по словам свидетеля, он и передал взятку Глескову. А вот подсудимый, в свою очередь, заподозрил Титова во лжи и даже сослался на материалы его уголовного дела. Свидетель один говорил, что ты склонный к лжи. И поминаешь такое или нет? Все заседание длилось около двух с половиной часов. Могло затянуться и подольше, но судья неоднократно снимал с обсуждения вопросы Глескова или его адвокатов. Следующее заседание пройдет завтра, но будут ли на нем допрашивать свидетелей, еще неизвестно.